Главное правило травника – собирать растения до обеда и на растущей луне. Потому Елена с 10 утра уже в лесу. С собой небольшой лукошка и рюкзак, в котором лежит бутылка воды. Это на весь день, до 7 вечера. А вот и первый объект сбора – кипрей или ван-чай. У него собирают листочки, из которых получается ароматный напиток. Вот такие растения собирать нельзя, у них повреждены листья. Нужно собирать только чистые растения. Больше всего растений встречается на лесных вырубках. Тут и просторно, и спрятаться от палящего солнца можно. Ароматная душица на таких местах вырастает целыми куртинами. Ее, как поясняет Елена, собирают небольшими веточками, а заваривают целиком. Не нужно срывать большие очень палки. Они там в конце очень жесткие. То есть где-то сантиметров 15-20. С начала сезона сбора Елена старается проводить на природе все свободное время. Берет отпуск, выбирается в выходные и проходит в день не меньше 15 километров по лесным опушкам, вырубкам и полянкам. Своё хобби обожает. Болеть травами с детства, а более серьёзно стала заниматься ими 4 года назад. Процесс, наверное, соединения с природой, общения. Когда ходишь, гуляешь, собираешь травы. Вот это освобождение мыслей, аромат, который с тобой сопровождают. Потом работа с травами. То есть их нужно ещё повесить, посмотреть, посушить, сделать чай. Собирает трава она не ближе 2-3 километров от дорог. Такие декоративные корзинки берёт с собой редко. Обычной ёмкость втрое больше. При этом Елена отмечает, жадничать в лесу нельзя. Например, вот на такой полянке бессмертника нужно собрать только треть цветов, чтобы растения размножались. Он помогает при заболеваниях печени. Из его цветов делают чайный сбор. У бессмертника применяют в чай только в верхней части, только цветочки. Вот эти веточки, они очень-очень горькие. Любимых трав у неё нет. Любит собирать всё. Обожает чай из мелиссы, душицы и мяты. И сбор из липа, ромашки и мяты. Специально для нас она провела небольшой мастер-класс по зверобою. Лекарственный, он продырявленный. Можно понять, посмотрев листик на свет. Посмотрите, он весь-весь в мелкую дырочку. Да, действительно. Как поры такие. Елена делится. Любовь к растениям передалась ей по наследству. Травницей была её бабушка. Со временем хобби стало смыслом жизни. Зверобой и душица, царь и царица. Так в старину эти растения именовали травницы. Первый обладает поистине универсальными свойствами. В нашей полосе его называют аналогом женьшини. Душица спасает от простудных и лёгочных заболеваний. Что сейчас актуально, как никогда. Кроме этих растений, Елена собирает тысячелистник, бессмертник, чебрец и ещё десяток разных трав, которые растут в наших лесах. После того, как растения собраны, их перебирают и увязывают в пучки. Елена использует джут, на котором подвешивают травы. Сушатся они от трёх до пяти дней. Они несут настоящий заряд бодрости и здоровья, отмечает травница. Благодаря им она почти не болеет и не пьёт таблетки уже пять лет. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Анна Мусатова.